дорогие друзья я рада приветствовать вас из солнечной испании благодарю всех за интерес к моему каналу отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку спасибо друзья сегодня у меня два сюжета на тему работы и безработицы в финляндии по безработице испания занимает второе место в ес в финляндии пока на третьем но активно борется за первенство теперь в финляндии безработным становятся специалисты с высшим образованием которые раньше были на расхват наблюдается необычное явление безработных с высшим образованием сейчас больше чем во времена предыдущего пика безработицы во время пандемии короны мы приближаемся к историческому моменту когда высоко образованных безработных становится слишком много говорит главный экономист профсоюза акава паси сорианин уволенными оказываются квалифицированные технические специалисты инженеры техники архитекторы по статистике акавы в сентябре безработных инженеров было на 29 процентов больше чем годом ранее и безработных архитекторов на 44 процента больше чем годом раньше среди экономистов и других специалистов безработица выросла на 15-23 процента тогда как общее число безработных в финляндии увеличилась всего лишь на 12 процентов по сравнению с прошлым годом на пике безработицы во время пандемии короны безработных было двести восемьдесят шесть тысяч из них менее 45 тысяч менее 16 процентов были выпускниками университетов сейчас безработных двести семьдесят тысяч из них сорок восемь с половиной тысяч это почти 18 процентов имеют высшее образование число безработных выпускников вузов угрожающий приближается к пику безработицы которая была в 2016 году после нескольких лет слабого экономического даже отрицательного экономического роста в то время общий уровень безработицы превышал девять процентов а безработных было больше чем даже во времена финансового кризиса сейчас общий уровень безработицы достиг восьми целых четырех десятых процента экономисты считают что безработица продолжит рост ближайшее время и лишь в будущем году возможно произойдет поворот к лучшему несмотря на бывший рост безработицы уровень безработицы среди лиц с высшим образованием по-прежнему явно ниже общего уровня безработицы уровень безработицы среди лиц с высшим образованием составляет около пяти целых двух десятых процента больше всего безработных среди 60 и 40 летних сейчас похоже высоко образованных безработных старше 60 лет больше чем когда-либо за последние 20 лет ситуация не такая плохая для 50-летних и людей около тридцати почему безработица среди людей с высшим образованием растет выше среднего простых объяснений нет говорит сороны но он считает что одна из причин это специфика работы работа людей с высшим образованием часто связано с планированием на будущее то есть задачами на которых больше экономит в трудные времена безработица среди работников с высшим образованием начинается раньше и продолжается больше чем у безработных со средним образованием помимо общего слабого экономического цикла безработицы в технических секторах способствует стагнации строительные отрасли безработными оказываются архитекторы инженеры техники охлаждение экономики можно также наблюдать и в информационных отраслях раньше было нехватка рабочей силы а теперь идут сокращение и увольнение больше 9 процентов архитекторов являются безработными безработица среди них не растет что уже хорошо то же самое касается и инженеров даже среди них пока нет признака снижения безработицы строительство сокращается архитектурные бюро и различные консалтинговые компании отправляют персонал в при вынужденный отпуск а когда строительство начнет набирать обороты то все быстро вернуться на работу в металлургии например часто просто прибегают к прямым увольнениям безработица особенно затрагивает пожилых экономистов говорит рико сало каннель директор по рынку труда союза экономистов финляндии по его словам уровень безработицы среди экономистов старшего возраста то есть в возрасте от 55 до 60 лет явно выше чем в других возрастных группах а периоды их безработицы длиннее безработица среди экономистов лишь три целых четыре десятых процента то есть в общем экономисты по-прежнему востребованы хорошая специальность однако ситуация на рынке труда явных ухудшается потому что количество претендентов на открытые вакансии выросла летом студентам было трудно найти работу по специальности в остальном положении молодых экономистов не ухудшилось молодым везде у нас дорога от общего перейдем к частному этот сюжет по правде говоря меня шокировал в финляндии есть преуспевающая фирма volt это приложение по доставке еды на дом акула бизнеса то еще но об этом в другой раз сейчас лишь речь о по наехавших работников в офисе world в хельсинки рабочий язык английский как во многих международных фирмах и директор по видеотехнологии джефф штраус переехал из сша в финляндии чуть меньше трех лет назад штраусу нравится работать в международном коллективе но его семье повезло меньше жена джеффа не нашла работы по специальности языковой барьер очень труден говорит штраус еще одним неприятным сюрпризом для штраусов стала депортация их сына из финляндии сыну было 17 лет когда семья переехала в финляндию сын получил вид на жительство после того как мальчику исполнилось 18 лет ему пришлось покинуть страну парень учился в онлайн школе в сша и финляндия указала ему на дверь жене джеффа пришлось уехать вместе с сыном сша где у них не осталось ничего чтобы сын мог продолжить учебу теперь жена вернулась к мужу в финляндию а сын и слышать ничего о финляндии больше не желает несмотря на этот мягко говоря неприятный опыт штраусы хотят по-прежнему жить в финляндии по их мнению в финляндии много положительных сторон природа безопасность местные жители баланс между работой и отдыхом по нынешним временам свободное время это роскошь финляндии слава богу никто не принуждает работать по 10 часов в день и без выходных беспроходных это серьезный аргумент в пользу финляндии на этом я с вами прощаюсь всем пока